всем привет с вами я илина и сегодня ребята хочу поделиться с вами результатами генеалогического днк теста который мы же не сдавали полтора месяца назад да у меня уже давно видео на канале не выходили я уже по вам соскучилась но дело в том что мы были очень заняты нашим проектом в испанс мы готовились к запуску нового курса об этом я вам рассказывал одном из предыдущих видео очень многие интересовались кто и по национальности причем не только мои подписчики а просто люди знакомые там на съемках я знакомлюсь людьми всегда люди интересовались кто же я либо уже говорили какую-то свою версию скажу так вот все американцы здесь кто предполагал мою национальность они всегда ошибались никто никогда не сказал что я похожа на украинку то есть были разные варианты итальянка испанка еврейка еще что-то мы с мамой действительно предполагали что у нас в роду есть еврей хотя у нас такой информации об этом нет просто нам бабушка когда-то рассказывал что когда была война ее младшую сестру их там было много детей немцы уже хотели забрать потому что они были на сто процентов уверены что она еврейка ну вот вот так вот как-то они визуально были похожи хотя никаких фактов которые бы это подтверждали у них не было но их родители там бабушки дедушки им об этом не рассказывали тогда тем более это скрывалось поэтому все может быть а потом бабушка рассказывала что уже в молодости там к ней когда-то подошли евреи то есть это была группа людей не начались не разговаривать она смотрит и говорит извините я вас не понимаю не говорит а что что вы не еврейка она говорит нет у моей мамы тоже был случай что на работе когда-то с ней начала дружить одна женщина она с ней так очень тепло общалась проявляла инициативу в плане дружбы и потом как-то там в разговоре выяснилось что мама не еврейка он говорит что что-то не еврейка мама говорит нет не еврейка она говорит я была уверена на сто процентов поэтому я к тебе там так и подошла ну в общем они естественно продолжали дружить но сам факт что она тоже была уверена что она своя даже муж иногда меня дразнит там говорит ой ты моя старочка ему тоже кажется что умеешь что-то еврейского внешности то есть возможно кудрявые волосы не знаю что то в чертах лица мне на самом деле вот со мной было для себя любопытно что же там у меня что за примесь такая что вот дает какую-то такую немножко экзотичность чтобы проверить все эти наши и догадки других людей мы решили пройти этот днк тест генеалогический тест исследует определенные части генома человека и дает информацию о его происхождении а также о возможных родственных связях цена подобного теста где-то 100 долларов но также помимо того что днк клетки дают информацию о уникальности человека там а его разрезе глаз свет глаз структура волос телосложения а также еще отдает информацию о особенностях его здоровья например предрасположенность к тем или иным заболеваниям особенности метаболизма склонность к полноте там склонность каким-то аллергиям и мне показалось что эта информация может быть очень полезной поэтому я заказала два таких тестов то есть это получилось 200 долларов на человека результатами этого теста я поделюсь чуть позже пока расскажу как это все происходит на самом деле все просто мы заказали эту услугу онлайн к нам пришла посылка это был такой бокс совсем необходимым для сбора биоматериалом нам всего лишь нужно было взять пробу слюны со щеки все это упаковать в специальную герметичную упаковку и отправить им все это обратно и спустя месяц мы получили наши результаты все это хранится у нас в нашем личном кабинете на их сайте а при желании можно распечатать так вот результаты тестов результаты тестов меня немного удивили скажу честно на 98 с половиной процента я европейка но в принципе это очевидно но славянка я всего лишь на 43 целых и девять десятых процентов единственное что меня смутило что там не было указано вот принадлежности каким-то конкретным странам потому что понятие славянка она довольно широкая и размытая это может быть какие угодно национальности причем в мднк были указаны и южные славяне это болгария сербия румыния поэтому здесь вот непонятно дальше цифры распределились таким образом на 33,2 процента я отношусь к германии это меня очень удивило потому что довольно большой процент дальше 10,8 процента отношусь к скандинавии кстати что тоже странно потому что все говорили что это же не скандинав но у меня оказалось даже больше тут процентов чем у него а 7,1 киталии ну тут я не удивлена потому что блоги реально говорили два с половиной процента к британским островам полтора процента испания и еще полтора процента к южной азии конкретно к пенджабу мне даже пришлось прогуглить что такое пенджаб и где это находится как оказалось пенджаб долгое время был домом для древнего народа долины инда это было одно из крупнейших древнейших цивилизаций древнего мира несмотря на то что ее нет пенджаб по-прежнему остается крупным поставщиком пищи для таких стран как пакистан и индия кстати когда-то работала для одного индийского бренда и вот они мне говорили что у меня что-то есть такое от индусов поэтому может быть здесь эти полтора процента сыграли свою роль а вообще ребята я шучу мне кажется что все что меньше 10 процентов в этом тесте ну это такое то можно не обращать на это внимание но все равно было интересно почитать что касается здоровья конечно же нельзя отрицать связь генетики и предрасположенности человека к различным заболеваниям к аллергиям непереносимостям так этот тест например помогает выявить предрасположенность к аллергиям там на арахис на цветы на траву на пыльцу на шерсть котов собак и много чего другого так например тест показал что в принципе у меня склонности к аллергиям практически нет помимо травы и пыльцы то касается пищевых привычек так тут генетика оказалась права я абсолютно не сладкоежка кстати вот интересно да что тест показывает даже такие штуки также тест показал что у меня есть склонность к непереносимости лактозы но в принципе молочные изделия уже очень давно не употребляю поэтому меня никаких проблем с этим нет также этот тест показывает там непереносимость того же глютена никотина алкоголя кофеина и много чего другого но там у меня уже никаких проблем с этим не было еще мне очень понравилась информация о витаминах то есть склонность усваиванию организмом тех или иных витамин там начиная от а и заканчивая омега и так далее например тест показал что у меня есть склонность к дефициту железа это может привести к различным серьезным проблемам со здоровьем и опять-таки это волосы это кожа это ногти несмотря на то что я сдавал анализ крови у меня было все в порядке с железом у меня был кажется немножко дефицит витамина d но я пропила витамин и все было окей но я возьму себе это на заметку и буду учитывать этот факт буду конечно же обращать внимание именно на этот показатель поэтому мне кажется что вот это действительно полезная информация также было интересно прочитать про метаболизм что это очень важная информация тест показал что у меня отличный метаболизм и что мой генотип не склонен к тому чтобы накапливать жир если дословно перевести как они там написали ваше тело это как машина для сжигания жира что вы не увидите последствия переедания там на своей талии на других частях тела также там было написано что с возрастом метаболизм будет замедляться и если не придерживаться правильного питания не заниматься спортом то конечно же жир будет накапливаться на животе на ногах и ну короче везде принципе ребят с возрастом метаболизм замедляется абсолютно у всех и конечно же чем раньше вы начнете заниматься спортом и правильно питаться тем лучше вам будет и проще потому что после 25 лет сложнее начать менять пищевые привычки начать какую-то физическую активность после 30 лет еще сложнее после 35 еще если женщина родила ребенка тоже это будет усложнять поэтому как бы не нужно откладывать на потом на завтра на следующий год начинайте заниматься собой прямо сейчас если у человека хороший метаболизм быстрый это конечно же отлично но я же говорю с возрастом все равно будет все ухудшаться если у человека плохой метаболизм то конечно же нужно за собой следить вдвойне а то и втройне лучше я могу сказать что несмотря на то что у меня хороший метаболизм если бы я не занималась спортом то конечно же все равно я бы не выглядела так как я выгляжу сейчас меня мое тело абсолютно устраивает все подтянута упруго я могу сказать что мое тело с каждым годом становится только лучше если посмотреть на меня там пять лет назад даже то сейчас мне кажется тело выглядит более подтянутым и это все благодаря моему образу жизни это благодаря спорту и правильному питанию поэтому ребята если вы не знаете с чего начать например вы никогда не занимались спортом либо у вас уже длительный перерыв и вы все прокрастинируете постоянно откладываете на потом то я вам с этим помогу я предлагаю вам сделать это прямо сейчас присоединяйтесь на мою фитнес-платформу уиспенс и будем заниматься вместе там есть множество крутых программ тренировок причем как и со мной так и с американскими тренерами там есть тренировки на любой вкус тренировки с резинками просто тренировки кардио силовые это йога пилатес также в этом тесте была информация о реакции кожи на укусы животных чувствительность к солнцу предрасположенность к веснушкам болевой порог например я узнала что у меня умеренный болевой порог а уже невысокий болевой порог то есть я вообще в шоке я не знала что подобный тест может определять даже вот такие предрасположенности к таким вещам для меня это скажем открытие целом могу сказать что оба теста мне очень понравились было много интересной и вот что касается здоровья полезной информации многие вещи я взяла себе на заметку на этом ребята меня все мы с вами скоро увидимся пока